Сегодня наш третий день на Занзибаре, и я хочу поделиться своими первыми впечатлениями, немножко рассказать, почему я так хотела поехать на Занзибар, и каких нервов мне это стоило. И забегая вперед, скажу, что нервничать так не нужно. О том, чтобы поехать на Занзибар, я думала несколько лет. Сначала не было средств, потом началась корона. В 2020-2021 году я не рискнула бы ехать так далеко, учитывая, сколько было разных restrictions, ограничений, каких-то правил. В общем, я переждала, и в 2022 году я приняла для себя решение, что все, я хочу в какую-то экзотическую страну, не в какую-то именно на Занзибар. Почему в Занзибар? Сложно сказать. Может быть, потому что не так много среди моих знакомых, кто ездил на Занзибар. Может быть, только пару человек тут были, и очень были хвалебные отзывы, говорили, какие тут неимоверно красивые пляжи. Безусловно, Занзибар у меня ассоциировался с экзотикой, с красивой водой, с бунгало, с пальмами. Ну, в общем, вот со всем тем, чего я в жизни, в принципе, не так много видела. Несмотря на то, что я много путешествовала и путешествую по Европе, за пределы Европы я не выезжала никогда. Самой, наверное, крайней точкой это была Мадейра. И тоже этот остров произвел на меня неизгладимое впечатление именно природой. То есть у меня было вот это вах. И я очень хотела испытать вот это ощущение вах еще. И я стала планировать. Я понимала, что из Сталина улететь на Занзибар это целое дело. И отчасти поэтому я тоже долго откладывала вот это решение поехать так далеко. И тут как бы подвернулся случай. На Фейсбуке я увидела рекламу, что одно из турагентства предлагает чартеры на Занзибар. Я в принципе не колеблюсь, забронировала билеты и стала ждать. Но где-то внутри меня вот было такое ощущение, что скорее всего этот рейс отменят. Потому что я не верила, что из Эстонии будет столько желающих с октябрь по март регулярно каждую неделю летать на Занзибар. И моя чуйка меня не подвела. В итоге за неделю до первого рейса мне турагентство прислало уведомление, что рейсы отменяются. Мой рейс был забронирован на февраль. И так как, наверное, где-то я это ожидала, недолго думая, я стала мониторить варианты, как можно долететь. И уже после я думала, может быть, можно было искать тур операторов из Риги еще как-то, чтобы не делать вот этот длинный-длинный путь. Ну, больше суток на самом деле мы добирались. Это было... Я не могу сказать, что это было прямо невыносимо сложно. Но, во-первых, я себя очень сильно накрутила перед поездкой. Я стала думать, а если будут где-то задержки, плюс как бы мы летели не одним билетом. То есть сначала Таллинн-Амстердам, там ожидание 10 часов, потом уже одним билетом Амстердам-Найроби-Занзибар. И накануне у меня просто, мне кажется, была паническая атака, потому что у меня голова была... Ну, я думала, что я заболеваю. Как только я отпустила ситуацию, как-то я стала чувствовать себя значительно лучше. Плюс накануне у меня случилось какое-то огромное... Ну, не огромное, но какое-то количество неурядиц, мелких, но неприятных. Я поцарапала машину. Дочка слегла с температуры за три дня до поездки. У меня сломался утюг. Это, ну, как бы, я думаю, что откуда это, откуда это. Но я думаю, что это вот эта плохая энергия моя, которая нагнетала, нагоняла. Плюс я стала начитывать, какие нужно тесты. Было написано, что в Кению без ПЦР не пускают. Даже транзитом я писала. В Кенийские авиалинии. Короче, в итоге никто ничего не спросил. Я была с полной вакцинацией. Я тест не делала, а мама и дочка делали. Ну, просто потратили деньги для моего душевного спокойствия. Когда приехали уже в аэропорт Таллинский, значит, мы летели аэрбалтиком до Амстердама. Соответственно, я букила только один большой багаж. Ну, в целом, нам маленького багажа хватает на две недели в теплые страны. Но тут я подумала, что все-таки далеко лететь. Там, как бы, куртки положить, какие-то большие вещи. Потому что мы из холода в тепло. И мама приперлась в аэропорт с большим чемоданом, решив, что это ручно. Я не знаю, тоже человека переклинило. Ладно, заплатили за этот доп. багаж 60 евро. Короче, как бы мелочи жизни. Ну, вот так вот. Там мелочи, тут мелочи. Какие-то доп. расходы, они, конечно, накопились. Потом, значит, ну, что я могу сказать? По прилету на Занзибар я подумала, я почувствовала... А, плюс ко всему, я еще умудрилась в Найроби заблокировать себе сим-карту. Я с космония забыла пин, забыла, вот взяла и забыла пин. А я понимаю, что у меня там все контакты. Ну, то есть, как бы, я... Ну, а он просит у меня пух, да? Ну, слава богу, подруга помогла, позвонила в сервис. Достали мне этот пух-код. Что было приятно, по приезду на Занзибар водитель, да, которому я сказала, не приезжайте раньше 11, потому что рейс будет, ну, прилетает в 9.20. Раньше 11 мы из аэропорта не выйдем, потому что Лизу мы делали на месте. Я не оформляла визы заранее онлайн, потому что, слава богу, я проверила паспорт ребенка, да, то, что он заканчивался там в мае, то есть это уже больше, меньше, чем полгода, со дня отъезда в Занзибар. А на международный рейс нужен паспорт, действующий от полугода и выше. И поэтому, когда я получила паспорт, уже мы не успевали выпадать на онлайн-визу, но думаю, бог с ним, оформим на месте. И это было, кстати, очень безболезненно, быстро, аккуратно. Все, и водитель, я заказывала машину, он уже с 9.20 ждал нас в аэропорту, что для меня, конечно, было вау, потому что в Европе всегда прилетаешь, и потом ждешь, когда тебе дадут эту машину. Вот ни разу я не прилетала куда-то по Европе, чтобы без задержек было. Тут же тебя уже ждали, уже охранник в аэропорту, пока мы там деньги меняли, что-то там в чемоданах, там эту теплую одежду складывали. Говорит, это вы не с Дина, вас там ожидает френд, и френд уже ожидал, и все здесь такие милые, такие любезные, такие ночили. Вот, знаете, люди никуда не торопятся, люди кайфуют от жизни. Кстати, весьма непростой, потому что мы поездили уже вокруг курортных зон, и, конечно, знаете, такая Афиг. Она меня не шокировала, у меня не было какого-то там брезгливого ощущения, что вот, как-то это все не по-европейски. Нет, вообще нет. Вот просто смотришь, как живут обычные люди, живут тяжело, живут в таких условиях, в которых, ну, наверное, только в Африке можно жить, потому что здесь вот тепло и солнышко, и тяжелый труд, тяжелый труд, безусловно, и тяжелая жизнь, но в целом люди очень приветливые, очень какие-то добрые, практически все говорят по-английски хоть как-то, очень helpful. И вот сегодня третий день, я могу сказать, что я ни минутки, ни секундочки не жалею, что мы так далеко ехали за вот этой атмосферой, за этой природой, за этими ощущениями. По ценам я не могу сказать, что здесь все бесплатно, все-таки на туристах, конечно, пытаются заработать, и это нормально. Единственное, что могу сказать, если вы организовываете свои маршруты сами, то вам это будет гораздо дешевле, чем групповые экскурсии, а мы ездим сами на машине, я езжу сама на машине, да, левостороннее движение. Когда выезжала с аэропорта, я думала, что, ну, просто как бы это невозможно, потому что правил там никаких нету, плюс левостороннее движение. Ну, конечно, как бы для меня это был такой экшен, но вот все равно доехали, и потихонечку я привыкаю, ну, нормально, короче, я понимаю, что, ну, нормально. С интернетом тут плохо, я заказывала есимку, где-то ловят, где-то не ловят, ну, вот как есть. И мы приехали, когда в первый день перед нами с нашего балкона открывался неимоверный вид на Индийский океан, а здесь очень сильные приливы и отливы. Сейчас мы живем на юге, и здесь прямо это чувствуется, и мы знали, про это нас тоже не шокирует, но вот по приезду вот была просто райская картинка. Сейчас утро, и сейчас отлив. Это не так красиво выглядит, и для того, чтобы пойти плавать, надо там 2 километра вперед топать. Это, конечно, не прикольно. Вот, но где-то к 2-3 вода придет назад, и мы пойдем купаться, потому что вчера нам покупаться не удалось. То есть первый день мы приехали, мы окунулись в океане, мы покушали вкусных морепродуктов, и, в принципе, с такой тяжелой дороги просто завалились спать, зато проснулись выспавшимися в 7 утра, все, и решили поехать в национальный парк с обезьянами. Вот я говорила, вот будет у нас пляжный отдых, пляжный отдых, сразу поскакали смотреть на обезьян, потом пошли, потом там совершенно рядом такое было, как бы место поворачивали черепах, потом мы пошли тоже на фирму с бабочками, это все как бы там в одной локации, мы все это сами делали, то есть без тургидов, и я думаю, что мы сэкономили прилично, потому что как бы экскурсии меньше 30 евро на человека, я здесь вообще не видела, они, как правило, сразу там комплектуют несколько точек, соответственно, там будут и по 70, и по 100 долларов эти путевки, в принципе, ты сам можешь себя не хуже развлечь, а еще когда спрашиваешь у местных, ну где и что, они тебе что-то советуют такое, чего бы ты сам точно бы не нарыл, вот мы вчера таким образом из этого сада с бабочками попали в совершенно фантастический ресторан, он и не на берегу, он находится, ну так, на дороге, и ты сначала его даже может как-то и не замечаешь, но так как мы знали, мы припарковались, нас встретили, проводили совершенно африканская атмосфера, вокруг они выращивают свою зелень и кормят вот тем, что сами вырастили, и мы тут же договорились по поводу посещения фермы со специями, я очень хотела, я знала, что на Танзибаре есть ферма со специями, я очень хотела попасть, организовываю туры, опять-таки, но ты за этот тур заплатишь не меньше, там 35-40 долларов, а так вход на ферму стоит 10 долларов, с хозяйкой ресторана мы договорились, что после посещения фермы мы придем к ним на обед, что у них есть бассейн, мы там проведем время, и в 4 часа мы поедем кататься на каноэ, то есть вот все, на завтра у нас программа сделана, единственное, что мы решили взять экскурсию, это Stone Town вместе с Prison Island и исчезающим островом, потому что, если честно, ну вот выезжая с аэропорта, там движение было не очень френдли, очень такое самобытное, я читала, что в Stone Town движение очень хаотичное, короче, я подумала, что, наверное, я готова заплатить, ну там эти 80 долларов на человека, чтобы меня отвезли в Stone Town, оттуда сразу Prison, и Айланд, и исчезающий остров, и тур сделали по каменному городу, мне кажется, что в данном случае я скорее выиграю в своей нервной системе, что я не буду нервничать, как там ехать, где там парковаться, машину нам дали большую, РАП-4 я заказывала меньше, но с другой стороны очень хорошо, потому что дороги, конечно, здесь не ахти, то есть у них ограничение скорости, там 45-50 км в час, я понимаю почему, потому что быстрее ты просто как бы и не поедешь по таким дорогам, вот, ну вот это мои первые впечатления, сегодня у нас по программе посетить несколько пляжей на нашем побережье, живем мы, я все время забываю название, ну то есть гостиница Гео-резорт-спа, гостиница, конечно, не 4 звезды, как было заявлено, но нормально, бог с ним, не дешево, я бы не сказала, что дешевый там номер, что больше 100 долларов за сутки, на троих правда, поэтому, ну как бы окей, но не европейские, это 4 звезды, ну нормально, чисто, как бы, чисто и чисто, все хорошо, у нас балкончик, видно, океан тоже супер, завтрак включен, завтрак вполне себе нормальный, свежие фрукты, какие-то тосты, ну в общем, можно спокойно совершенно наесться, там на полдня вперед, и хорошо, вот, гео-спа-резорт, напишу название, как бы, деревни здесь, потому что, ну вот, выпадает из головы, а поедем мы сегодня в Паджо, там есть деревня, мы хотим там погулять, посмотреть, опять-таки, что продают местные, сходить покупаться на пляж, и ближе, там, к 4 мы поедем, тоже название не помню, вот по карте знаю, в общем, западнее мы будем передвигаться, и у нас в планах сегодня посещение ресторана The Rock, который очень нахвален во всех интернет-пабликах, как вот ресторан, который стоит посетить на Зимзи-баре, он расположен прямо вот в океане, в такой избушке на курьих ножках, ну, вид очень живописный, столик я бронировала за несколько недель, потому что я знала, что, в общем, это, ну, по крайней мере, во всех пабликах написано, что прямо все время в фулл-хаус, и у них все там строго за бронировкой, ну, посмотрим, потому что на самом деле туристов, я бы не сказала, что сейчас очень много, мы живем в гостинице, с нами живет одна большая семья, и вот пару парочек, и вот так вот, мы живем в той зоне, где много серферов, здесь как бы серфер-база, я бы не сказала, что вот здесь февраль месяц, вот так вот много людей, немного совершенно, то есть, как бы, ну, вот, по чуть-чуть, то есть движухи какой-то нету, мы вчера вечером пошли прогуляться, рядом с нами много разных тоже резортов, но немного людей, то есть, какого-то прямо движа нет, в среду мы переезжаем на Кендвы, а это считается более таким развлекательным местом, может быть, мы находимся сейчас на таком полусемейном каком-то курорте, но посмотрим на Кендвы, ну, говорят, что там как бы повеселее, ну, посмотрим, да, это вот, что касается моих первых впечатлений.